А вот Джива Шахти опять делает комментарий на аллергии запор. А, это уже на мой видосик. И вот смотрите, давайте почитаем и разберемся. Это очень интересно, на мой взгляд. Не знаю, как на ваш взгляд, на мой взгляд интересно. Так, Петрович, дорогой, до ваших книг в народной медицине были фрагментарные. Знания в народной медицине были фрагментарные. Я должен вам сказать, что в книге, которую я написал, это не столько народная медицина. Это руководство по оздоровлению организма с современных позиций. С современнейших позиций. Было фрагментарно. Куда там кто-то бы знал о важности роли печени, да? Ну, что поделаешь. Хотя, знание о печени, я же вам показывал большую медицинскую энциклопедию, она была давным-давно известна. Более того, я сейчас вот так сказать, навскидку, еще в средние века в трактатах по врачеванию о печени говорилось, как о царице старшей, которая руководит всеми жизненными процессами. Было известно, но не знаю, почему не придавалось такого значения или не растолковывалось о том, насколько печень важна в обыкновенной жизни и нам, простым смертным. Так, мои родители и их друзья думали о ЗОЖ. Это были 70-е, 90-е годы. Так, думали о ЗОЖ, здоровый образ жизни. Я кратко сразу скажу. Многие понимают здоровый образ жизни совершенно неправильно, но там дальше как раз и будет. Что это там бег, это там закаливание, это там еще что-то или еще что-то. Это, ну, в целом, в целом, как бы сказать, это фрагменты. А должны быть общие знания. И вот общие знания я как раз изложил в «Основах здоровья». То есть это уже моя книга. Если целительные силы, это я там по другим источникам, как бы сказать, сложил пазлы, как это должно. А здесь я уже вообще преподнес, и это как учение о здоровом образе жизни, которое включает в себя работу на местности, чтобы здесь не было геопатогенной зоны. Каким бы вы образом жизни не занимались, здоровым или еще каким-то, на геопатогенной зоне у вас просто-напросто энергия вот эта вот черная, она выдает из вас все жизненные силы, и ничего с ним будет получаться. Далее, это работа с сознанием. Я кратко просто говорю. С сознанием. Далее, это работа у нас с распорядком дня, чтобы вы вписывались в космические ритмы. Далее, это работа обязательно с движением, потому что мы созданы в материальном мире для того, чтобы двигаться. И жизнь и движение, она как раз вот сочетается. Нету движения, все, у нас все дряхлеет. Запомнили, да? И, наконец-таки, последнее питание, это не просто питание, которое питает наше тело, а с помощью которого мы приспосабливаемся к окружающим условиям. Вот почему очень важно, чтобы тут никакого ГМО не было, никаких изменений, селекции и прочее, 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 чтобы она была какая-то минимальная. Если эти селекции, ГМО и так далее, это все отражается на нашем организме. Потому что мы свои структуры тела строим из пищи. И в результате те условия, в которых пища была выращена, они встраиваются в наше тело, создают его, и мы, получается, не можем полноценно контактировать с окружающим пространством. Из-за такого питания мы становимся ему чуждыми, поэтому и болеем. Итак, мои родители, их друзья думали о ЗОЖ, это 70-е, 90-е годы, но это было увлечение живой и мертвой водой. Сами прибор делали, дианод, катод. Живой и мертвой водой? Да, живая и мертвой водой. Мой отец тоже сделал этот приборчик, там все это. И знаете, в некоторых вещах он довольно-таки здорово помог. Но, кстати, у него как раз геморрой был такой. Он об этом особо не говорил, это потом мы уже обнаружили, когда отец умер, там, знаете, он полотенце бросал за диван, знаете, так кровавое. Это нездоровый образ жизни. Это вы что-то пытаетесь, знаете, вот, как бы сказать, чудо-палочка-выручалочка, она, мол, за вас все сделает. Воды хлебнете и думать не надо. Будете лежать на диване, смотреть там телевизор, или, грубо говоря, там работать в саду, или, грубо говоря, еще что-то там делать, покуривать пипку, там, папа, это самое, ну и так далее. То есть это не то. Живая и мертвая вода, еще разок хочу сказать, она работает. И я много о ней написал. И, кстати, мое писание было даже взято в инструкцию по применению прибора живой и мертвой воды. Чтобы так примерно знали. Ну, классик. Вот, но это нездоровый образ жизни. Так, значит, по той индийским лекарствам, чесночная настойка, индийское лекарство, чесночная настойка, да, это тоже работает. И важно понимать, вот смотрите, вот тут лежат у меня инструменты. И важно, важно использовать эти инструменты по назначению. Грубо говоря, чесночная настойка, индийское лекарство, что у нас делает чеснок? Чеснок делает следующее. Он способствует усилению теплотворных способностей организма. А это, как правило, смотрите, это иммунитет наш, это пищеварение, и это даже наша умственная деятельность. Плюс очищение сосудов. Вот эти все эти вещества, которые у нас образуются слизистые, они могут с помощью чесночной настойки сжигаться, очищаться, укрепляться. Плюс, значит, в этом еще там чесноке имеется что-то там, селин, который нужен для этих наших клапанов в сосудах. Но это не здоровый образ жизни, который я вам перечислил. То дыхание по бутейкам. По бутейкам дыхание вещь очень хорошая. Она тоже это работает. Да, она, как бы сказать, начинает выравнивать вот эти все эти процессы. Вот, но я как раз, вот знаете, я уже, я ж уже, я ж, 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 я ж. Вот смотрите, бутейка так писал. Я это тоже разобрал. Я считаю, что я как раз разобрал по его материалам, и более того, на передачу приходила его жена, и она сказала уже, когда Бутейка умер, что более лучше, чем вы, особо дыхание Бутейка не разобрал. То есть, то, что он, Константин Павлович, хотел вложить, я как раз вот это схватил. Но, но там нету. Вот он говорил следующее. Дыхание по Бутейка, вернее, это самое, есть одна болезнь, которая дает там следствие, грубо говоря, там 400 болезней. Это одно глубокое дыхание. Вот глубокое дыхание. Человек, значит, глубоко дышит, из-за этого умывается углекислота, из-за того, что умывается углекислота. Вас издастся. Это моя супруга, смотрите, какая красотка. Слушаю, слушаю, слушаю. Ну, все закипело, я его сейчас солью. Ага. Если ты хочешь, тогда иди. Да, сейчас приду, приду. Спасибо, спасибо, мелочи, как я тебя люблю. Итак, мы остановились на том, что Бутейка говорит, что есть одна болезнь, глубокое дыхание. Глубокое дыхание и как, вот видите, причина глубокое дыхание. И далее, значит, у нас, как следствие этого, вымывается углекислота из клеток. А эта углекислота в клетках как раз создает нужную среду для того, чтобы работали там, как он на особых приборах выявил, где-то там 700, я думаю, гораздо больше, чем 700 ферментов в клетках. То есть, среда нормальная там, соответствующая, все эти ферменты хорошо работают. То есть, они там, грубо говоря, разлагают поступающие питательные вещества, удаляют ненужные, идет там синтез, идет там все это там-то такое, генетический аппарат клетки, работает все отлично. Как только, значит, в клетке у нас меняется концентрация углекислого газа, то тем самым изменяется среда, и, как бы сказать, она становится неблагоприятной для протекания вот этих всех ферментативных жизненных реакций. В результате чего клетка начинает, знаете, как сказать, вот как двигатель, вместо того, чтобы работать и все выбрасывать, значит, чистенько, хорошо, он начинает чихать, клубы дыма из себя выбрасывать и так далее. То есть, пошло-поехало, я уж не буду там подробно рассказывать. То есть, и далее начинает, у кого как возникают те или иные заболевания. Я почему подробно останавливаюсь, потому что говорю, вот он сказал, Константин Павлович, причина болезней одна, глубокое дыхание, причина. А я задаю вопрос, а на эту причину есть причина? Вот я с вами сижу, разговариваю, у меня дыхание нормальное, все, то, знаете, я, как бы сказать, не вымываю углекислоту. А что за причины создаются, что эта углекислота вымывается? Ведь она-то, мы говорим, вот люди живут, у кого-то она почему-то больше вымывается, у кого-то она меньше вымывается, у кого-то вообще не вымывается. В чем причина этого хвеномена? То есть, на эту причину должна быть своя причина. И, как правило, когда человек эмоционально, значит, эмоции – это волнение, тут в тантологии эмоционально волнуется, и когда человек начинает волноваться, то есть через него он не справляется с теми или иными видами эмоций, гнев, раздражение, страх, сожаление, тара-та-та-та-та-та, еще такое. То есть эмоции сразу же начинают влиять на дыхание, на сердцебиение и дыхание. В результате у нас увеличивается обмен воздуха между внешней средой и внутренней средой, то есть в легких, и у нас происходит вымывание. И таким образом получается, что вроде как дыхание – вот хорошая вещь, все это такое, работает отлично, да, но этим надо заниматься. Это крайне непростая вещь, которая требует самодисциплины. Это требует, знаете, очень многого, помимо того, что надо и знания иметь, и больше всего самодисциплины. Вот, получается, что человек дышит, 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 а потом ему говорят, что у тебя там, допустим, какой-то там платеж просрочен, а хотя ты вовремя заплатил, просто-напросто какой-то сбой произошел, допустим, в банке, в МФЦ-центре, или еще там где-то, или еще там где-то, и тебе выставляют пеню, хотя ты вовремя все заплатил за свет, за газ, за телевизор, за канализацию и так далее. И ты тут разволновался. А я до этого говорил, что оказывается, первым, над чем надо работать, помимо того, что место проживания, которое бы вас не уробило, чтобы здесь не было геопатогенных и техногенных зон, это ваше сознание, надо научиться с ним работать. А если вы не можете работать, вы будете дышать, хоть сколько вы там дышите, как угодно. Очередной там, грубо говоря, принесли там дети двойку, там какое-то слово вас зацепило, и прочая бытовуха, и прочее, 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 а сейчас как раз давит, давит общество, давит пресс-общество, и человек ничего не может сделать, хотя он сильнее вот этого всего-то, но вот отдельные люди давят на эти, как букашки нас. А мы тут целим. И порождается вот этот вот так называемый стресс, который дальше запускает цепочку. Мы начинаем дышать, углекислота вымывается, и пошли-пошли заболевания. Как только человек поволновался, смотрите, у него сразу скачок давления. Другой человек поволновался, у него одышка, астма. Третий человек поволновался, у него запор. Четвертый поволновался, у него там несварение. Пятый там поволновался, у него там спазм какой-то. Видите-ка, все, то есть, я вам сказал, о хорошем методе, который нормализует внутреннюю среду организма, а именно работу внутри клеток, оказывается, это все-таки нездоровые брожители. Шанг-пракшалана, ну че шанг-пракшалана? Ну, ну, вот, вот, шанг-пракшалана поделали, а потом, грубо говоря, пельмени наелись, или поволновались, и у вас запор. То есть, это тоже средство, которое можно использовать, инструмент форштейн, я правильно выражаю, чтобы вы меня понимали. Так, кто поленбрегом? Поленбрегом хорошо, голодание и так далее, тому подобное, все отлично, все, все, кажется, зашибись и так далее. Ну, у него так, о питании несколько вот так вот сказано. Хотелось бы, опять-таки, побольше питания. Ну, в целом, поленбрег в своих книгах, он большую часть образа жизни захватил, большую часть, не буду там спорить, но, тем не менее, не всю, далеко не всю. Что касается эмоциональной работы над эмоциями, над сознаниями, там очень мало. Так, ну, это все как фрагменты однобокие. Да, это фрагменты итога у ваших книгах. Не только комплексный подход, но именно, как вы сказали, рабочий. То есть, вы начинаете работать, особенно я уже, знаете, как бы сказать, хорошие книги, целительные силы, я их сделал, отдал дань, но я потом их переработал в основу здоровья, чтобы они работали. То есть, вы там разберетесь, это учебник по здоровому образу жизни, для того, чтобы вы, в конце концов, поработав над этим учебником, могли создать собственную индивидуальную систему. А вот это вот, вот это вот, все, что я там перечислил, никто вам не, и намека не дал, что может быть индивидуальная система, учитывающая ваши конституционные особенности, учитывая ваши возрастные особенности, и некоторые другие. Об этом вообще речи нет. Так, за счет ужасного питания в южности, я имела в виду 50-е годы, да и позже жизнь на работе в советской столовой, белки и углеводы никто не разделял. То есть, она рано стала учиться работать в городе отдельно от родителей, ну, это уже про маму, на хлебном заводе. Работа была на хлебном заводе, булки белые, есть же хотелось. А белки, булки за счет вот этой клейковины, они как раз и создают каловые камни. То есть, надо понимать, откуда запоры идут, откуда все, что идется. Они создают каловые камни, белые булки, у них нету клетчатки, они, как бы сказать, не стимулируют вот у нас это перистальтику кишечника. Таскание тяжести, опустился к кишечник, причина запора. И это да, все это влияет. Ну, питание, вспомнила пельмени, пельмешки. Я сейчас ем, ем пельмешки, сейчас зима, надо пельмешки. Ну, кто-то додумал о питании, ну да, не до этого. А вот после вашей книги «Чисток печени», она питалась только раздельно, очень дисциплинированно. То есть, человеку надо дать все-таки знание, понятие. И если он хоть немножечко разумный, он начинает с этого придерживать, и получает прекрасные результаты. После мяса так-та-та-та-так, кофе мне очень любят. Потом из этого вообще перестала есть мясо, чтобы не ждать так белого хлеба. Вы для нее был гуру. Ну, спасибо. Кстати, а кто меня считает, вот, ну, скажем так, вот, учителем, который учит не просто там этому здорового образа жизни, а вообще как-то учит по жизни. То есть, гуру – это учитель, который учит жизни. Поэтому, тяну я на эту роль или не тяну? Так, но проблемы с запорами еще потом были. И теперь я понимаю, почему врачи успели вырезать ей перед этим дивертикул, мешок какой-то из-за тяжести, из-за поров. Так что в вашей книге «Крагольный камень в самолечении». Самолечение в работе, не в самолечении, а в работе над своим собственным здоровьем. Вот это очень важно. Так пошел, жена позвала, она дошла.